Приветствую вас. Проблема захнутости людей решается через понимание причин этой самой захнутости. Дело в том, что когда человек общается с людьми, он через других познает себя. Других он видит отражение собственных поступков, отражение собственных ценностей, собственных взглядов, стремлений и так далее. Изнаменный человек это тот, кто не готов общаться с другими людьми, не готов видеть себя в них. И это означает, что человек не принимает себя, боится изменений, а значит обладает тревожностью. Тревожность по своей сути это состояние человека, при котором он игнорирует изменяющийся внешний мир, стремяя сохранить себя, свое отношение, свое поведение таким, каким оно было ранее, а при этом стараясь, ну, обращать внимание на то, что мир вокруг этого человека уже стал совершенно другим. И в первую очередь решение захнутости людей это борьба с тревожностью, принятие мира таким, как он есть, избавление от мифических представлений о нем и о людях, а далее работа над уверенностью в себе, то есть постановка целей, разбитие целей на задачи и достижение этих самых задач. Через достижение задач и получение результата человек ощущает собственную значимость и успешность. И эта успешность помогает ему обрести уверенность в себе и почувствовать значимость, значимость во внешнем, в реальном мире. И эта значимость, а также следование своим интересам, позволит человеку лучше участвовать в общении с другими людьми. Таким образом, здесь очень важно, чтобы человек понял, какое значение для него имеет та или иная деятельность, чем бы он хотел заниматься и почему, и предпринимал активные шаги для того, чтобы реализовать свои интересы. Если есть проблемы на пути реализации своих интересов, то есть сомнения в себе, страхи и так далее, то эта проблема решается через пронаботку страхов, понимание того, почему человек боится и чего он боится, и выработки стратегии корректирования своего поведения именно в расчете на вот этот вот раздражающий фактор, который является причиной страха. Если человек сомневается в себе, то это уже скорее комплекс, и комплекс так же нужно разбираться. Комплекс является, комплекс представляет собой нереализованное переживание, оставшееся внутри человека и отравляющее ему жизнь. То есть когда-то этот человек что-то не до конца пережил, не выразил, не поделился, и у него это осталось, и в результате этого образовались неверные установки, которые мешают человеку правильно интерпретировать окружающий мир. Также комплекс является аффективно окрашенная ситуация, которая состоит из элементов, при столкновении с которыми человек начинает чувствовать то же самое, что и в первый раз, когда произошел первичный случай этой ситуации. То есть, если, например, человека на человека очень много лет кричали и применяли физическое насилие, то, естественно, когда на человека будут кричать после, он инстинктивно будет зажиматься в себе, невольно ожидая этого самого физического насилия. При том условии, что, в общем-то, никакого насилия уже не будет, то человек все равно ждет. он встретил один элемент ситуации, тут же включились эмоции и тут же уже включилось ожидание следующих элементов этой же ситуации. Вот проработку, разбиение этих связей, причинно-следственных связей между данными элементами поможет человеку освободиться от комплексов, а уже будучи освобожденным от комплексов, человеку придется осваивать новые алгоритмы поведения в тех ситуациях, когда у него была комплексная деятельность. Таким образом, работа с замызностью людей в зависимости от того, по каким причинам она появилась, может быть самая разноплановая. и в первую очередь нужно разбираться с причинами, с причинами этой замызности. Ну, а главное, что вообще-то говоря, в самый первый раз нужно выяснить, это то, а почему человек замыз? Он хочет быть замызным? замызным? Или он поневоле такой? Если он хочет, и если его решение добровольное, волевое, то есть непринужденное, не принято под давлением каких-либо обстоятельств, то его решение нужно уважать. А если оно не являлось свободным, не являлось волевым, то ему нужно помочь, либо обеспечить приемлемую степень замызности такой, чтобы человеку устраивало, либо помочь выйти, выйти из этой замызности. И для этого, в первую очередь, необходимо, необходимо понимать следующее. французские когнитивные психологи давали интеллекту определение, согласно которому он представляет собой баланс между ассимиляцией и аккомодацией. Ассимиляция – это принятие когнитивных познавательных схем, только принятие и не более того, принятие чужих познавательных схем. То есть, по сути дела, растворение уже имеющихся моментов. И именно это путь к полному погружению самого себя. Данное явление даже было названо аутистическим. То есть, так ведут себя аутисты, они принимают то, что имеют, пользуются имеющимися схемами познания, и они для них, эти схемы познания, являются, как бы, нерушимыми, неделимыми. Они заключают однажды себя в эту схему, и уже никак с этой схемой не работают. Они ее не преобразовывают. Тогда как аккомодация это как бы действие обратное, представляющее собой преобразование познавательных схем, работа над ними, постоянное подстраивание их под нужды человека. И вот, чтобы преодолеть самкрутость, нужно работать над аккомодацией, то есть учиться преобразовывать, развивать, структурировать свои личные познавательные схемы, через которые воспринимается окружающий мир и люди в них. потому что если познавательные схемы не менять, то волей-неволей это приведет к замкнутости или как минимум ограниченности взаимодействия с окружающим миром. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу». Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. «Помогу».